В сентябре на полную мощность заработает газовая ТЭЦ «Восточная». Новую электростанцию достроили во Владивостоке. Ее возвели на площадке центральной пароводяной бойлерной. За последние 45 лет это первый энергообъект, построенный во Владивостоке. А что изменится с его появлением в жизни горожан, расскажет моя коллега. Более 40 лет никто во Владивостоке не строил объектов таких масштабов. Город растет и потребляет все больше энергии. Пока теплоэлектроцентраль «Восточная» работает в тестовом режиме. Но уже в июне станция выдаст первую электроэнергию. Теплоэлектроцентраль является полностью газовой. Основной вид используемого топлива является природный газ. В начале марта для обеспечения проведения пусконаладочных работ на газовом хозяйстве и газоиспользующего оборудования был подан газ. Новая ТЭЦ будет экологичной. Газ почти не выбрасывает вредные вещества в атмосферу. Пока в крае строится только одна такая станция. Ее построили под новые районы Патрокол и Снеговая Пать. Но мощности хватит еще на два района. Станция согреет более 600 домов. Специалисты просчитали все риски, чтобы никакие препятствия не мешали работе ТЭЦ. На случай перебоев у нас существует аварийное топливо для оборудования, участвующее в выработке тепла. Запас на зута – это два бака по 3000 тонн, которые обеспечат потребителей возможность снабжения теплом потребителей на восстановление подачи газа. Специалисты благоустроят территорию. Старую центральную пароводяную бойлерную, которая проработала 37 лет, снесут к лету. Осенью от новой газовой ТЭЦ тепло и горячую воду получат более 300 тысяч владивостокцев. Запустить на полную мощность станцию планируют в сентябре, во время проведения Восточного экономического форума.